В облаках, как в синем море Ты найдешь простор земли Улетай в печали горе Широка и богата земля русская Особенно край наш родной, Муромский Князь Павел правит в нем мудро и справедливо На зависть многим А где зависть, там, как водятся мысли черные Да дела злые Господи, помилуй нас Помоги отвести беду от земли нашей Ты что, дедушка, кому ты кланяешься? Тебе, милая От всего народа в благодарность за силу твою светлую и дар небесный людей исцелять Да все по Божьей воле Предсказание есть, дочка Беда на Муром надвигается И только ты помочь можешь Позволь, пособлю, княже Рано В самый раз Слышали? Князь Павел в поход пошел Не справятся они без меня Князь Павел, влас, подождите Чудища, на морг заеби Я же метательную машину вам не показал О, батюшки, напугался как Без нее не победить Ну что, Фома, привез машину? Да привез, привез Но сначала, князь Петр, позволь познакомить тебя с женушкой моей, милой Дуняшей О, и правда, вот так ладно А сам-то, княже, когда женить себя думаешь? Петр? Княже? Да на ком жениться? Где отыскать достойную руки моей? Где? Разве что в Царьграде, Заварем Царьревну Византийскую Так что не судьба мне под венец идти Этак ты никогда у нас, княж, не женишься Почему же? А вот когда снег летом выпадет Тогда и суженая моя сама объявится Дедушка, ну почему я? Ты единственная, кто может князю будущему помочь, а стало быть и княжеству Муромскому Но для этого тебе обвенчаться с князем Петром надо Сила ваша в любви и в вере Но я же дочь Древолаза, а он князь Самой свататься? Не хочу срамиться Я почему-то такая упрямая Нам пора идти Это судьба твоя Нападем на змею прямо в его логове Как думаешь, воевода? Княже, здесь бить змеюку не лучшая идея Как-то тут темно, неуютно, что ли Погибну, но змея с собой заберу Не дам ему дойти до нашего княжества А народ сказывает, будто у идолища поганого не одна жизнь, а целых три Вот так, и с первого раза змея этого никому не убить Да хоть и три Все одно, не вечно А ежели со мной что случится, то я в Муроме Петра оставил Он справится Дрослый уже Берегись, чудище Слава Богу, успел Павел, смотри, что тут Я же тебе велел в Муроме оставаться Или мое княжеское слово тебе ничто Вон он, смотрите, летит Летит, смей Прости, брат Ребята Держите Смотри, огромный ты какой Дружина, все по местам Летю, летю Сейчас моего Только держитесь, ребятушки И готовится Ну, не подведи Тяните Все за мной Держись, Петр Слава Богу, слава Петру Не по зубам тебе нечисть, княжество муромское А хороши трофеи Бросим его здесь Нет зачем в Муроме народ пугать Ну что, брат Закатим пир, когда вернемся Конечно Честь твоей свадьбы Да молод я еще Когда оно будет? Змея Поганова убил Можно и жениться Да ладно тебе, Павел Это ж ты все сделал Если бы не ты Ехал бы сейчас с муром мешочек с моим пеплом, а не я Змеи борются Эй! Да что вы так плететесь? Давай живее, молодцы А то в пути застанетесь Эй, красавчик! Как же так? Такой отважный воин-змеи борец И вдруг испугался маленького зайчишки Как заяц бежал прям поперек дороги Куда и примета А есть примета На что упал, то и болеть будет А еще есть примета Змей трехглавый поперек дороги И кто ж тебя замуж-то возьмет, такое умное? Да не беспокойся Есть у меня уже мой суженый А тебе все дорасскажи Ох, не завидую я ему Ну а как звать-то тебя, красавица? А зачем тебе? Ты ведь князь У тебя своя дорога А у меня своя А откуда ты, красава, знаешь, кто я? Такой Эх, проглядел А теперь гадай Еще увидимся Рано радуйся, князь Ты забрал у меня только одну жизнь А я соберу у тебя все Муром отдашь Решил змей поганый Тайно в Муром пробраться Зло свое сеять Да людей искушать Эй ты, девка Далеко до Мурома Кому далеко А кому и сто верст Не крюк Бывало там? Да, случалось Путь-дорожку покажешь Негоже как-то в берлогу соваться Ежели сам не медведь Ишь, смелая какая нашлась Я без приглашения в гости не хаживаю Ну так я тебя заставлю Если не хочешь по-хорошему Ой, бедненький Не шутка мой А я тебя вылечу Подходите, пирожки с крольчатиной Живодера, морковку есть надо Князь княгине, молодым княжичам и боярами едут И Раида преданная дочерям выбирать будет Ариша, Мариша, я вам новые ткани привез Все женихи вашими будут Вот еще полюбуйтесь Красивая какая Опять старье приволок Бабки своей подари Да как? Я не захотел угодить Княжечка, постой А, княже Бери меч Баренька, смотри Каприветствую на изъятелище, наша княгиня От остопочтенщик Княгиня Дозволь сделать княгине Скромный, но очень красивый подарок Попрошу, прими это чудо далеких морей, несравненные княгине Это изумруды Ни к чему это, Анна Но почему? А разве мне оно не к лицу? К лицу, к лицу Но как-то не по сердцу Ты что, скажут бояре наши Что княгиня от соблазна удержаться не может? Анна, пойми скромность, вот твое украшение Благодарю, но княгиня не может принять столь щедрый дар Как гальки, ах, я же от всего сердца Значит, ожерелье захотела Будет тебе подарочек от меня Отказал При всех А что плохого в том ожерелье? Разве я не достойна его носить? Ведь я княгиня Павел только о народе и печется А мне ни одного дорогого подарка не подарил Ах Что это? С резинкой княгины Будет тебе ожерелье, Анна Ах 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 Слыши Ах Вот Уни, в этом Анна А Ах 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 Павел, ты все же купил. Вот так и живем. Порчу заморскую захочешь, достанем, а так-то мы люди скромные. В детстве ведь меня сам князь Павел на коленях качал. А его брат Петр мне вообще как родной, вот так вот. Ой, смотри какой. О, а хочешь я тебя его поймаю? Не поймаешь. А поймаю поцелуешь? А если я поймаю, ты поцелуешь зайца прямо в нос. Ой, мой заяц. Зайтик, а ну стой-ка, стой. Стой. Нет, я. Что делаешь? Ты так, да? Щас. Я тебя… Фома. Ну и где этот лоботряс? Тома! Павел меня кличет. Что там? Ты гляди, Павел 2. Кто же из них тебя на коленях качал? Кто лоботрясом назвал? Заговоренное ожерелье это. Никак его не снять. И управляет им змей этот гадкий. Силище в нем неведомое. И если что не так, не выжить мне. Сначала змей поганый, а теперь еще и это напасть. Одного не пойму, за что нам посланы все эти испытания тяжкие. Чтобы ни одной живой души, ни слова, ни единого. Это ясно? Ясно, княжа, ясно. На, держи. Ступайте и помните уговор. Сегодня, как только стемнеет, все и решим. Думаешь, княгиня, ожерелье только на твоей шее? Нет. Оно на всем граде Муроме. Ранна! Даже не пытайся. Жизнь княгини теперь в моих руках. Шевельну пальцем, и она умрет. Но ты можешь спасти свою жену. Уступи мне трон по доброй воле. Вся твоя власть, дружина, богатство будут принадлежать мне. Все будут думать, что я это ты. Смотри, ты отрубил головы змею, но не сможешь перерубить даже несколько моих волосков. А значит, и меня тебе не одолеть. Как? Да кто же он такой? Кто бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Даю тебе слово, брат. Я добуду нужный меч. Княже! А то, батюшка, знаю, что именно ты настоящий князь Муромской. Будешь верно служить, Героида. Получишь все, что пожелаешь. А ну, дорога, дорогище! Беги! А руку княжечку! Господин желает выбрать медь? Из лучшей дамасской стали. О, выбор у меня велик. Это лучший мяч. Давай другой! Еще! Давай другой! Знак не так хорош, ваш хваленый Булат. У всех уже оружейников побывали. Да потому, что не там ищете. Кто ж там такой всезнающий? С твоим великим делом ни один обычный меч не справится. Шел бы ты по-добру, по-здорому. Плас, не шуми. Дай ему сказать. Дабы одолеть тебе, змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч! В раке все это. А может быть и нет. Может, это наша последняя надежда. Ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч! Расскажу. Что-то хотел сказать и забыл. Забыл. Помощь мне твоя нужна. Испытание одно тебе будет. Дай Петру проверка. Ведь только милосердному меч в руки ляжет. Где же нам искать этот Агриков меч? Петр! Несколько дней и ночей в пути. Ну, пора уж домой возвращаться. Что? Я что хочу сказать. Нет на свете такого меча, чтобы разрубить все это зло. Теперь вот какой-то Агриков меч ищем. Сейчас я укушу кого-то. Ну, наврал, старик. Я брату слово дал в лаз. Ах, тяжко тебе придется к ним же. Петр! Нет никакого Агрикова меча. Послушай его, княже! У вас дело, говорит Петр. Надо возвращаться. Княже, домой уж нам пора. Ну и возвращайтесь. Я вас тут не держу. Без тебя? Без тебя? Да как можно, княже? Нет, Петр, с тобой до конца. Ой, час, мой час, час бурундука! Хорошо. Тогда пусть случай нас рассудит. Условимся. Если я попаду в бурундука, значит нет никакого меча. Ну, а если я, то будем искать дальше. Ты готов? Не промахни, он ждет! Забежья, censorship. Забежья! Ура! Только милосердному меч в руки ляжет. Испугался, маленький. Беги! Агриков меч. Нашел! Смотри, брат. Вот он меч. Я свое слово сдержал. Ты это видел, Павел? Да что ж такое-то. Смотри, один лишь пепел. Батит. Держи. Меч нашел своего хозяина. Я ж говорил. Странное дело. Никто его из ножен вытащить не может. Только мне этот меч поддается. Не упрямься, Анна. Ты же этого хотела. Я сделаю тебя самой богатой. Будешь ходить в соболях и изумрудах. Мы будем жить в белокаменном дворце. Только поцелуй, Анна. Нет, Павел. Ты же знаешь, что твой меч бессилен против него. Это моя битва. О, Петр! Неужто старший брат не рассказал тебе, что я не победим? Ну, если желаешь свозиться... Ну, если желаешь свозиться... Агриков меч? Как ты нашел его? Павел! А, Аннушка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну-ка. Спасибо. Исперс, стоп! Мы все окружены! И как ворог напал. Слава Богу, все позади. В одном помоги. Вот эту колдовскую дрянь спрячь под самый крепкий замок. А там посмотрим. За мной. Кровь змеи поганого. Я нарадуешься, Петр. Кровь моя – смерть для всех. Найти мой амулет. В нем вся моя сила. Помоги мне, Ираида. Обещаю, я сдержу слово. И ты получишь все, что только пожелаешь. А не врешь? О, слег наш князь Петр-то. Говорят, совсем он плох. Недолго ему осталось. Моя кровь – яд для него. А ну-ка ж отсель! А с Павлом я уж сам поквитаюсь. Как только силы вернутся. Объединимся, служить тебе буду. Мне нужен мой амулет. Да как же мне до него добраться? Все ж догадаются. Придумай. А где Агриков меч? Не тревожься. Он в надежном месте. Павел приказал. Странная болезнь. Князь Павел! Княже, ничего ему не помогает. И никакие снадобья от местных знакарей. Вообще ничего. Это заболезнь. Тогда найдите тех, кто избавит его от этой напасти. Послать гонцов! Найти лучших лекарей! Ага, все понял. Обещайте любую награду! А можно Фома тоже поедет? Фома? Ну, а чего? Петр все-таки мне, ну это, как брат. Попробуй. Тут давяще одна знахарка. Видала сон про деву. Будто она Петра исцелить может. Но путь туда не близкий, в княжество Рязанское. А живет та дева в деревушке Ласково. О, слава Богу, добрался. Ну и дыра. Фух. О! А с этим-то что? Мне только спросить. Капельку возьми, бескорытная душа. Ох, спасибо, милая. Вот помогла. Помогла старухе-то моей. О, а я уж и не верил. И ведь как? Не взяла же ничего. Господи. Прошу, дай ей только жениха хорошего. Ага. Господи. Дай ей жениха хорошего. Жениха. Здравствуй, проходи, Фома. А как тебя... Феврония меня зовут. Скажи, князь Петр совсем плох, да? О, да. Быстро до вас слухи-то доходят. Ой. Ну да ладно. Чем помочь-то ему, хоть знаешь? Что тело его излечит, знаю. Только это ведь пол-дела. А, вот и про что. Цену набиваешь. Нет же. Я с молитвой живу на этом свете. И могу князю Петру помочь. Но он должен сам сюда приехать. Ух ты какая! Чтоб князь Петр, да к тебе! Должно мне рядом с ним быть. И только тогда, с Божьей помощью, к нему полное исцеление придет. Да что, Петр? Да на тебе женился. Ха! Да он и на византийскую принцессу даже не оглянется. А это не твоя забота. Твое дело маленькое, но важное. Слова мои ему передать. Ты еще указывать мне будешь? Ишь ты, княгиней она стать захотела. Ха! Принцесса бурундучья! Скорей, снег летом выпадет! Вот ты сиди в своем лесу. Когда смерть уже у сердца больнула, то я тут бессилен, княгиня. У него побывали лучшие врачи. А вы самый лучший! О, простите меня. Я думаю, что любые лекарства здесь бессильны. Дуняша, вот и я. О, явился, не запылился. Как раз очень запылился. Это ты-то запылился? Проголодался. Нет уж, это я запылилась тут. В этом душном чулане. Обещал ведь хоромы. Да все вы одинаковые. Это-то о чем, а? Да о племени вашем, бабьем. Надо же, говорит, вылечу. Только пусть, говорит, женится на мне. Условия ведь не ставь. Князю. Это ты про кого? Да, про февронью эту, странную, из Ласково. Ну, та, что молитвы исцеляет. А князю Павлу ты про эту февронью сказывал? А, и еще чего. Ну и балда же ты у меня, Фомушка. Фомушка мой, все силы свои положил, чтоб только разыскать ее. Несколько ночей не спал. Голодал. Это все, Дуня. Жизнью рисковал. Жизнью рисковал, между прочим. Ну ладно, на. Ох, не доедет Петр. Ой-ой-ой, совсем же слабенький. Трогай. Сдается мне, что это последняя надежда. Ох, ах, ах-ах. Ох,fta-ху-жиз. А? Что? Меня нет. Я, я кушаю. Накрымался, сердечная. Морковь, убожь. Значит, намазался вот этим, и всё? Да, и его хворь быстро пройдёт. Ха! И это всё твоё лечение? Тело, да, мазь вылечит. Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом, иначе полного исцеления князя не будет. А ты передал Петру мои слова? Ну, а как же? Куда я денусь-то? А женили вы меня за моей спиной, значит. Вижу, что отвар мой помог. Но банька уже истоплена. Ждёт тебя, Пётр. А ты знаешь что? Пока я буду в баньке, садки мне рубаху из этого льна. В ней я и пойду с тобой на венчание. Ладно, договорились. Ну, а ты тогда, пока я весь лён рассешу, смастери мне вот из этого полена хорошую прялку и веретено. Из этого прялку? А ты уверена? А из этого льна рубаху. А я ведь... Я ведь где-то тебя видел. Ну так давай вспоминай. Пётр, змеи борются. Так это ты была тогда в лесу? Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они своё зелье из зайчих лапок. Ты прав. Услышать можно всякое. Да не во всё верить нужно. Ну да. Небось приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Может это потому, что я тебе по сердцу? А может ты сама в меня влюбилась? О, это ж меня. Быть может. Тогда быть может. Может, поцелуешь меня? А вот повенчаемся, тогда и поцелую. Но для этого нужны два кольца венчальных. Колечко простое. До слова княжеское. До слова княжеское. Льнёт с небес веренье песню грустную. Ты так далеко, но с сердцем я не одна. Как же жить теперь с этим чувством в руке? Всё лишь потому, что знаю я. Ты свет моих глаз. И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи. И я иду к тебе. Ты свет моих глаз. Мы с тобой обручены. И судьбой повенчены. На небе и земле. Пусть моя любовь хранит тебя от зла. От бед и потерь. И от мирских невзгод. Я всегда с тобой. Как в руке рука. Всё лишь потому, что знаю я. Ты свет моих глаз. И как пламя от свечи Освещаешь путь в ночи. Никто не верил. А вон как вышло. Полюбил князь Муромский простую дочь Древолаза Февронию. Но чтобы любовь молодых окрепла, были посланы им испытания на верность и на твёрдость слова княжеского. Вот так-то, княже. А мне-то говорю, что на византийской принцессе никогда не женися. А сам уже невесту выбрал. Но нам же ведь в Муром пора ехать. Да, ты прав. Я же брату слово дал сразу же вернуться. Что ж, слово надо держать. Вот, держи. Я плату не беру. Это ж княжеский дар. Он от чистого сердца. Передай ему. Не беру. До встречи, Пётр. Давайте живее. Пум-пру-пум-пу-пум. Долго сказка сказывается, да недолго Петя женится. А мне говорил. О, гляди на небо, князь. Что? Что, что? Снег уже идёт. Что? Не видишь? Не вижу. Вот и я его не вижу. Ты же сам сказал, что женишься, когда снег летом выпадет. Ну, а что мне из другой стороны особенного? Забудь её. А кольцо её выброси, и всё. Знаешь что, Фома, помолчи-ка. Без тебя разберусь. Наконец-то! Пётр! Ты здоров. Она тебе помогла. Вот так чудо. Кусомой смерти вырвало. Так чем же ты отблагодарил Февроне? Всё потом, брат. Слаб я ещё. Устал с дороги. Ладно. Всё верно. С дороги отдохнуть хорошо надо. А завтра Начнём дела важные разбирать. Начнём дела важные разбирать. Выздоровел таки. А ты что, плохо видишь? Да я о Петре. Исцелила его та девка из Ласково. Где мой амулет узнала? Спрятан в хранилище. Вот только ключ от него князь Павел всегда при себе носит. Так достань его мне. Княжи, княжи, а про колечко ты решил смолчать? Да в своём ли ты уме? Чтобы князь на простолюдинке женился? Ты не переживай так, а. Ну было бы из-за чего. Какая-то там Феврония. Ну и что? Подумаешь, княжеское слово тоже мне. Сказано, хватит. Всё, 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 всё. Не, никто ничего не скажет, князь. Никто об этом не узнает. Шоу! В облаках, как синий в горе, Ты найдёшь простор земли, Улетай, печаль и горе. Прощай, мою ласковую. Как там мой Пётр? Указы, брат, не по своей прихоти писать надобно, а по нуждам народа твоего. Пожалуйста. Обо всех помнить. И за исполнением следить должно. Вот, взгляни-ка, князь. Налог сработали новый. Тани соберём. У-у-у. Взгляни-ка. Как тебе новый налог? С каждой животиной по копеечке, а казне доход. Что скажешь? Не разберу ничего. Буквы на листе пляшут. Дай-ка. Казна муромская должна не с поборов нищих людей расти, брат, а только с богатств наших. Ведь что такое мой указ? Указ — это надёжное слово князя. А княжеское слово — это закон для всех. Прежде всего, закон для самого себя. Ведь слово князя покрепче Булата будет. Слово даю. Обещаю. Колечко простое, да слово княжеское. Пётр, что с тобой? Значит, та целительница из Ласкова тебе так и не помогла. Обманула? Нет. Это я её обманул. Мы с Февроней обручились, а я от неё отказался. Так. Вот оно что. Да уж, другую жену я тебе видел. Ожидал, что твой союз с Муром укрепит. Но чтобы мой брат нарушил своё слово, как бы там ни было, ты будущий князь и должен сдержать обещание. Пётр, это твоя наречённая пишет. Она сама зовёт нас на свадьбу. Венчаться хочу в родном моём храме. Хоть он не велик и не богат, княжеских пышностей не хочу. А как же без пышности? А гости? А как же пир? Для всего Мурома. Это ещё не всё, слушайте. Да возьмите с собой, что потеплее. Если снег пойдёт, замёрзнуть можно. Как же так? Но на дворе-то июнь. Правда, странно это. Но вот что. Венчайся, как она просит. В этом я уступлю. А пир должен пройти в Муроме. Точка. Снег. В самом разгаре лета. Пётр-то венчаться едет. Павел велел и нам всем собираться. Тебе здесь остаться нужно. В хранилище его проникнуть. Пётр. Всё равно без ключа туда мне не попасть. Ты, князя, слушаться я не могу. Все отношения попорчу. А нам это сейчас ни к чему. Господи, дай силы брата моему Петру. И да будет жизнь ему дана на добрые дела. Услышь меня, Господи. Тоже мне невеста сыскалась тут. Ни род, ни племени никакого. Это ж надо нас, знатных людей, в такую даль тащить. Что за свадьба в такой спешке, спрашивается. Эх, вы, глупые клуши. Так в девках весь свой век и будете сидеть. Невыгодный этот брак. Откажись, княжа. Пока не поздно. Если князь слово своё не держит, то позор ему на всю жизнь. Позор в наше время. Выгоду свою пускать. Потерпи, Пётр. Скоро уже доберёмся. Стой! Когда синяк летом выпадет. Тома, укрой Петра получше. Ты лежи. Сейчас, Пётенька, сейчас. Только попону потеплее найду. Я мигом, мигом. Вот и сбылось пророчество. Повенчались перед Богом и людьми князь Муромский Пётр и простая девушка Феврония. Ты свет в моей глаз, И как пламя от свечи, Освещаешь путь в ночи, И я иду к тебе. Ты свет в моей глаз, Мы с тобой обручены, И судьбой повенчены, На небе и земле. На небе и земле. Ты свет в моей глаз, На небе и земле. На небе и земле. На небе и земле. Ты свет в моей глаз, Добро вам пожаловать ко двору княжескому. Добро вам пожаловать ко двору княжескому. Ты свет в моей глаз, На небе и земле. На небе и земле. На небе и земле. На небе и земле. Для гостей. Умна, выстраивай на язык на страх. Пойдем, пока не поздно, Съедим кое-сетра. А, ну и вкусы у княжны. Ну и манеры. А как иначе-то? В своей деревне отродясь, Ничего вкуснее хлеба не ела. Ты глянь-ка, а молодая ты крошки со стола собирается. А это какая-то странная. Кому крошки? А кому и угощение? А ты знаешь, Пётр, наконец-то я спокоен за тебя. Ох, не спеши, мудрый наш князюшка. Я убедила князя, что нужно стену срочно подлатать. Да, ведь уже и мостки поставили. А Павел как раз мимо них к себе и проходит. Сделала, как вы и сказали. Вы знаете, что надо делать. Детки мои. Анна? Анна? Ты здесь? Анна? Разбился князь Павел, и вот он, наш ключик-то. Да, да. Кто здесь? Кто здесь? Странно, Павел его всегда при себе носит. Как чувствуется, ишь ты, ведьма. Павел. Чё тут? Павел. Павел, что с тобой? Погиб наш князь. Ах, без Павла жизни мила стала. Решила в монастырь уйти. Да уж, сейчас её уже ничто не держит. О, смотри! Возьми. От хранилища ключик-то. Прощай, Павел. Теперь будет Пётр править. Прощай, Феброни. Ох, неспроста всё это случилось. Неспроста. Да. Вот и я об том же думаю. А случайно ли мудрый князь наш Павел погиб? А может, это всё знахарка обстряпала? Да-да, чтобы сразу всё к рукам-то прибрать. Пётр-то совсем ещё неопытен, чтобы самому княжеству муромским править. Согласен. Советники-то ему понадобятся. Вот и началось наше времечко. Доказные не допущу! Между прочим, наш род самый древний в муромо. А почему их два? А вот почему. Ведьму в советники взял. Вот и мы так же думаем. Неужто простолюдинка нам, боярам, приказы отдавать будет? Княгинюшка, прости, что потревожили тебя по такому пустяку, но покрывалые перины во всём тереме совсем уж старые. Тут купцы парчу предлагают. Красота! Вы только гляньте, роскошно! А прикажите-ка, значею, средства мне выдать, и я сама-сама за всем прослежу. И на платье всем ещё достанется. Рот закрой! Я думаю, что перин, тюфиков с катертей в тереме хватает. Да и крепкие они ещё. А казну на придуманные нужды тратить негоже. А я так тоже думаю. Мне нужно идти. Займитесь делом. Ничем нам её не взять! Просто ведьма какая-то! О! Княгиня! Ведьма! Точно! Ты, конечно, прости меня, княже, но знаешь, что в народе о февронии говорят? Что княгиня молодая... ...оборотень. Да-да, именно так. Говорят, что ровно в полночь заяц февронии оборачивается чёрной кошкой, горлица становится ступой, её бурундук метлой, а сама феврония превращается в старую ведьму. И что летает она по ночам над княжеством нашим? Все ей везде расторы. Ежели у кого что плохо, то люди её винят, князь. Ой! Вот растяпа! Люди разные говорят. Или вы думаете, что в полночь меня превратили в дубину, и я уже не ваш князь? И как же она может раздор сеять, если всю жизнь людей исцеляет и даже копейки за это не взяла? Какие же болваны безмозглые! Ничем февронью это не взять! Ой, ведьма! Неспокойно вокруг Мурома. Пора собирать послов. Да, я тебя понимаю. При Павле помню, всегда до полуночи не спали. Готовились? Не переживай так, я справлюсь. Устроим послам настоящий пир. Я приготовлю самые лучшие яства. И за всем прослежу. Нет, не гоже княгине на кухне толкаться. И все же, дозволь. У нас сладные стрепухи, не посрамят, я знаю. Петр, но только разок. Обещаю, не пожалеешь. Это такое событие. Ну да. А потом представим тебя послам заморским еще как чудную кухарку. Жену. И тогда весь мир узнает, какая в Муроме прекрасная княгиня. И какой здесь мудрый князь. Князь. Да для послов-то сама ведьма готовить будет. Совсем спятила. Матушке с кашем она со смеху лопнет. Ну что ж, поглядим, как послам заморским твоя стрепня понравится. Значит так, я отвлеку нашу знахарку, а вы добавите вот это незаметно. В медовуху, в медовуху. Ой, мои девочки. И в главные блюда для послов тоже не забудьте. Угу. И ничего не перепутайте. Княжеское не трогать. О, угу. Угу. Князь. К счастью, здоровья. За князя Муромского. За Петра. О, счастье молодым. Разница какой. За красавицу Февронию. Что приготовила нам эти чудесные блюда от всей своей души. Спасибо. Угощайтесь. Сегодня особый день. Спасибо за добрые слова. Ммм. Ой, больно. О, больно, больно. Ну что, Феврония-целительница? Ох, не сидеть тебе более. На троне ты княжеском. Позволь мне помочь им. У меня есть все, что нужно. Вот она, отравительница! Не подходи ко мне. Не подходи. Все послы заморские грозят за отношение с нами разорвать. Считают, что мы это все со злым умыслом. Князь, мы окажемся в кольце врагов. Мы ж разоримся. Где теперь деньги на казну брать? Все верно. Нужно делать выбор, князь. Все бояре в одну дуду. Вот и грамота готова. Дело-то серьезное. Верно, все ее подписали. Негоже князю нашему закон нарушать. Хорошо. Все по закону будет. Такова наша воля всех бояр муромских, уразумевших, что сие должно быть беспрекословно исполнено, ибо закон того требует. Княгиня Феврония, по законам княжества Муромского ты должна покинуть город. Я дал обет перед Господом. Никогда не разлучаться с женой, и слово свое сдержу. Если Феврония не по нраву, ищите себе нового князя. Князь уходит. Любовь-то сильнее власти княжи. А ну-ка, глянь. Боль! Боль! Все бояре в тронном зале собрались. Решают, кому на трон садиться. Все в тронном зале, говоришь. Какая удача. А вас уж не было, когда мой прабрадед во внук устроен. Да за мной вся дружина муромская. Зато мой род самый богатый. Докажи. А может... Это мой трон, власть по праву. Я знаю, чего вы хотите. И могу дать вам все это. А ты еще кто такой? Я? Я ваш новый князь. Я золочу каждого. Деньги потекут к вам. Больше никто не будет к вами законов. Ни человеческих, ни божьих, тем более. Для вас есть один закон. Кто сильнее, тот и прав. Человек рожден для удовольствий. А их дает богатство. Забудьте долг по-ярски. Хотите золото? Тогда поклонитесь мне. Измена. А кто против, сожгу. Начались в муроме голод и мор, стинания и плач. И поставил змей идола. И стали ему поклоняться и служить. Вы жалуетесь, что я задавил вас фобонами. Слушайте мой указ. Я разрешаю грабить и убивать. Спасибо тебе, добрый человек. Ну и что ж не пособить. Путь вам долгий предстоит. А что в муроме? Да погиб муром. Князем там змей погадый. Собратил народ, бояр подкупил, Все церкви позакрывал. И стукан себе поставил. Никаких законов не признает. Кто из людей богаче, тот и прав. Лишь бы карман набить, Утекла окровушка. А ему того и надо. Будто пьет он ее в три горла. Что? Говорю, что суши дракон. А все-то из-за князя их Петра. Бежал он со своей молодой женой. Говорят, что куща райски искать. Бросил там все. А как же мы, народ? А нам что делать? С этим, что ли, обезьяном оставаться? В муроме беда. Враг, что Павла сгубил, теперь на троне. Мне надо возвращаться. Нам. Нас позвать должны. Сейчас княжеством змеи отправят. Поверь, нас позовут. Знаю. Люди добрые, если увидите князя Петра, передайте, что в муроме его просят. Да все Петра беглеца ищут. Ну и где же он? Фома! Ой, сам Петя. Эй, княже, тебя в муроме нижайше просят вернуться. Причаливай. Надеюсь, Отец наш Небесный будет с нами. И он гораздо ближе, чем ты можешь себе представить. Нам к воротам нельзя. Вот сюда. Ай! 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 КОНЕЦ Князь! А? Я здесь в темнице заперт. Влас, ты? И тебя под замок? Погибаем мы тут без тебя. Влас, как же супостат смог трон мой занять? Да потому что не человек он вовсе, а сущий змей. Он колдун. Тебе нужен Агриков меч. Где ключ от хранилища, Влас? Ключ у этой Ироиды. А почему у Ироиды? Она правая рука змеиная. Вдвоем тут правят. Вы знаете Ироиду. Добудьте ключ. Так, значит это мне. А это... А это в казну. Тетя, морковки не найдется. А ты откуда здесь? Проваливай отсюда, картавый. Картавый жди, грех! Грех! Козу обороть! За помощь, охрана! Ой, ловите, ловите, ловите! Ай, украли! Украли ключ от хранилища! Кто украл? Так ведь врундук зайцем. Что? К нам пожаловали гости? Сгоните толпу! Нас ждет нескучный вечер! Петр! Здесь повсюду колдовские ловушки! Смотри! Опять мы на том же месте! Без агрикового меча нам с ним не справиться. Другого пути нет. Я должен с ним свозиться! Петр! Петр! Он колдун! Будь агриков! Да будь агриков в меч! Вставай, князь! Вставай! Рассказывай нам, зачем ты в Муром пожаловал. О! Вставай! Хочешь народ повеселить? Я не против! А то заскучали мы тут без тебя! Утеклён, князь? Давай же, будь посмелее! Ещё! Вот он. Я тебя не боюсь. Ещё! 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 Господи, помилуй меня. Помилуй меня, Господи. Агрико в меч. Аааа, не сдавайся, гнязь, брата. Где же Феврония? Плохо дело. Пётр, ты ещё можешь спасти свою жизнь? Поклонись мне, не переломишься. Фёдор, держи! Что? Я! А криков меч, всё, Фёдор, я тебя уничтожу. Обернись, человечешка! Брось меч, и я пощажу её. А теперь поклонись мне, и вы свободны. Но ты обещал опустить Февронию! А я и не держу её. Но вот огонь не пускает. Что я наделал? Пётр, тебе решать. Всего один поклон. Поклонись, спины не переломишь. Давай! Все должны подчиняться одному хозяину. Преклони колено, ведь ты спасаешь жену! Ради Февронии, скорей! Пётр, не надо. Тогда, глупец, ты разделишь её участь. Сила Лазера в любви и вере. Нет! Нет! Мой обулет! Мой, мой! Так-так, отдайте обулет! Абулет! Абулетик мой! Абулет! Отдай! 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 Вдох, близко! Спасибо вам! А! Не пойму, в чём же сила и секрет мяча богатыря Агрика? А-а! Ейх! А солнце в каждом взгляде Сколь со света и любви Будем жить друг друга ради Сердце так стучит кругом А не рановато ли снег пошёл? Ему виднее. Есть! Казму украли! А где Фома? Куда же ты? Как ты? Стой! Новорачивай, астрик! Ой, расшибёмся! Ой, стой! Стой! Фу ты! А где ж казна украденная? А чего сразу я? У вас же теперь Фома назначаем. Приданая это! Женихов наконец нашла! Девочки мои быстро всё собрали! Упустить можем! Женихи от нас ждать не будут! К темницу тебе дорога, а не на свадьбу! Моя Феврония! Мой Пётр! Дедушка, а они будут жить долго и счастливо? Да, станут примером вечной любви. А потом? Поживут и умрут в один день? Не умрут, а войдут в жизнь вечную. И будет наш народ почитать Петра и Февронию, как святых чудотворцев и покровителей семьи и брака. Все дороги и пути не пройти. Каждый должен свой найти путь вдохновения. Чтобы просто вместе быть и любить. И в надежды превратить все сомнения. Посмотри в небо, улыбайся солнцу, Отпусти печаль и боль. Не теряй веру, доверяйся сердцу, Если в нем живет любовь. Кем бы ты ни был, Поживет вдвоем сердце, Вера, верность и любовь. Если вдруг настанет день, Трудный день, Свет в душе закроет тень, Отчужденье. У тебя всегда есть шанс сделать шаг, Самый важный первый шаг к примирению. Посмотри в небо, улыбайся солнцу, Отпусти печаль и боль. Не теряй веру, доверяйся сердцу, Если в нем живет любовь. Кем бы ты ни был, Поживет вдвоем сердце, Вера, верность и любовь. Вера, верность и любовь. Вера, верность и любовь. Вера, верность и любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!